Друзья, всем большой привет! С вами Геленджик Лайф, Виктория и Михаил, как всегда, заняты по телефону. Сегодня мы с вами приехали в Кабардинку, чтобы прогуляться по парку Корницкого и по новой набережной, которую продлили в этом году. Сейчас там построили дальше ее продолжение, и мы хотим на это посмотреть, потому что весной, когда сделали новую набережную в Кабардинке, мы прям были в восторге от этого классного места. Ну и, разумеется, приехали прогуляться по Кабардинке, показать Кабардинку маме. Ну и вам заодно покажем новую набережную и парк Корницкого. Всем привет, друзья! С вами Геленджик Лайф, гуляем по Кабардинке. Все? Все, идем дальше. Сейчас у нас, смотрите, здесь, получается, поставили знаки о том, что проезд сюда только разрешен машинам, которые работают здесь, ну, то есть людям, или здесь живут. Соответственно, просто остальным проехать нельзя, все занято, и установили шлагбаум. Это единственный минус того, что припарковаться или приехать сюда до этого парка невозможно. Ну, а сейчас мы повернем на вход в парк и посмотрим, что здесь новенького и как он выглядит сейчас летом, вернее, уже в сентябре, в сезон 2024 года. Кстати, кто не знает, у нас на улице сегодня аномальная жара, 38 градусов обещали, и, соответственно, море сегодня очень теплое было, градусов 27. Очень красивый парк, мы здесь были, много лавочек, много тени, и вот даже то, что сегодня такая аномальная жара не мешает здесь провести отлично время. Красотища! Хорошо пережила лето травка газонная, поливала ее система полива, так что все зелено прекрасно. Ну и самая большая достопримечательность, самая большая достопримечательность этого парка, это, конечно же, сосны, потому что здесь из-за них создается такая своя атмосфера, очень зелено, тенечек. Много тренажеров, на качельку пойдете? А, пойдем. О, можно поиграть в шашки, камешками. Камешмат, ага, смотри, туалет 40 рублей работает. Тени много, да, даже не чувствуется жара, прям вообще классно. Сейчас увидим, там уже будет чувствоваться. Вот там, да, сейчас тогда пойдем, будет чувствоваться. Ой, там уже тени. Ой, настоящий юг, жарко, дует теплый южный ветерочек и пахнет морем. Класс! Отсюда классно видно Новороссийск. Давайте посмотрим на пляжик. Народ есть, но есть и места, можно найти место спокойно, чтобы поплавать. Очень красиво. И, конечно, смотри, вот здесь. Ну, ты любишь, ты любишь? мои спутники просят тени и говорят долго ли ты нас будешь по солнышку водить я говорю там дальше будет тенечек действительно это такой открытый участок набережной все-таки в геленджике мне кажется больше сосен на набережной но тем не менее кабардинка тоже прекрасно и сюда приезжает огромное количество туристов которые отдыхают здесь не один год такой пляжик с детской зоной для купания в виде заводе у нас за не очень много роликов и статей не забывайте подписываться и смотреть классные ролики без зависания но сейчас мы с вами двигаемся в сторону новой набережной которую сделали в этом году весной и получается доделывали ее буквально перед курортным сезоном люди чилят море теплое лежат наслаждаются смотрите мест места есть вот пожалуйста не обязательно купаться в кабардинке на центральном пляже можно прийти немножко на удаленные пляжи и найти здесь местечко заход моря хорошие камешки плавный заход камней внизу нет больших сюда понять не могу это военный корабль там горит ли за ним дымит прямо там сильно хух печет печет солнышко доходим до теневой зоны спрячемся в тень деревьев друзья но пока виктория отдыхает в тени от солнышка я скажу вам несколько моментов об аренде жилья в глинжике у меня много вариантов есть гостевые дома гостевые дома все с удобствами то есть свой санузел кондиционер wi-fi это есть номер есть также квартире квартире я предлагаю только в новостройках где хорошие качественные условия для отдыха то есть старого жил фонда у меня нет и квартире которые не соответствуют минимальным комфортным таким условиям для людей я тоже их не предлагаю поэтому в целом как бы всегда можете звонить писать удобнее для 1 ватсап 8 928 424 8724 это мой номер телефона по нему я доступен всегда вот поэтому звоните пишите буду рад помочь всем пока решили решил я тут пока их подождать тоже в тенечке вот так можно покачаться на качели самое классное что тени очень много справа от меня находится море вот такой шикарный вид проход к парку украшен такими стилизованными лавочками но вот сейчас когда людей немного в целом их хватает вот когда на на здесь очень много было людей я думаю что было в общем конечно желающих на них посидеть потому что ну только если в парке в парке опять же лавочки вот мы уже подходим к пляжу акрополь и смогу спуститься и искупаться мне нравится пляжи кабардинки тем что они галичные здесь заход в море очень такой приятный спускать сейчас к море не буду сверху вид будет лучше и целом все будет понятно видите какое шикарное дно заход классный и водичка чистая ну вот мы подходим к части набережной которую продлили весна еще и не было там велись работы по благоустройству территории сейчас я смотрю там виднеется фонтанчик класс тихо спокойно людей мало да кстати вот в этой части набережной хотя здесь я бы сказала отличные пляжи и отличное место для отдыха что вечером будет где побольше будет уже смотри какой фонтанчик так все на пляже вон там дети бегают они такой этот классно я хочу пройти да да здорово вот это да вот эта красота смотри как продлили дальше туда сделали классно хочешь пройти я думаю что стоит да может телефон не мочить я хочу чтобы ты ну или так пробежишься с телефончиком это было круто высадили розы сделали фонтанчик камера запахи не передает но я бы сказала что здесь отлично пахнет розами продлили парк сделали качельки установили можно посидеть понаслаждаться видом на море какие-то зоны сделали да да и вот еще качельки тоже можно сесть на качельку на треугольничек красотище класс у меня здесь больше всего понравилось в этой части потому что здесь есть качелька есть фонтанчик и вообще очень здорово то что это все сделано получается в теневой зоне и не так жарко красота что могу сказать сейчас повернусь и покажу вам вид с качельки на море опа как такое может не нравится супер конечно то что благоустраивает территории это большой плюс потому что я считаю что лучше пусть территории приносят какое-то эстетическое удовольствие чем находится в каком-то заброшенном виде даже если здесь сделать какие-нибудь кафешки рядышком там или платные туалеты там для того чтобы денежку брать это все равно будет здорово потому что по крайней мере участок набережной будет облагорожен и сюда хочется приходить снова и снова я бы так сказала здорово продлили красиво от лавочка поцелуев я попробую третий раз снять фонтанчик просто там мальчики балуются и меня брызгают классный парк классный пляж хорошая местечко внизу тоже располагаются фонтанчики здесь же лавочки в виде гамаков и жаков на фоне этого прекрасного места с видом на потрясающий красивый фонтан розы хочется сказать вам приезжайте в кабардинку отдыхать потому что здесь очень красиво и если вы сюда приедете с семьей то никто из вашей семьи не остается равнодушным с вами был канал генджик лайф михаил и виктория подписывайтесь ставьте лайки друзья и пишите комментарии пока 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 пока